Всем привет, меня зовут Диана, и сегодня я бы хотела снять такое небольшое видео и поделиться с вами своими неудачными походами к мастерам бьюти процедур. У меня, слава богу, такого было совсем немного за всю мою жизнь, всего я вспомнила три ситуации, аллилуйя, и слава богу, там ничего такого прям не происходило, то есть у меня никогда не было такого, что у меня там, я не знаю, опухали глаза от наращивания ресниц, там, или мне заносили какую-то инфекцию на маникюре. Слава богу, пронесло, реально. Но, тем не менее, все равно со мной несколько раз случались ситуации, когда я думала, господи, за что? Но я умею ко всему относиться легко, поэтому я сильно особо не парилась никогда, и все, то есть в большинстве я относилась к этому просто с юмором, но, естественно, у меня бывали ситуации, в основном с парикмахерами, вот что-то вот так вот как-то сложилось, что, я думаю, у всех такое бывало, что я не одна такая, когда просишь подстричь, там, сантиметр максимум, и мне говорят, о господи, здесь нужно срезать вообще пол головы, потому что волосы в ужасном состоянии, я просто была готова приставить пистолет к виску, сказать, мне только кончики. Но, тем не менее, да, реально было такое, что там вместо вот этого одного сантиметрика мне срезали реально пол башки, не знаю, с чем это было связано, либо с тем, что мастер просто хотел маниакально убрать все мои жженые концы, либо с тем, что там просто не получалось ровно сделать срез, потом еще немножечко нужно подравлять, еще, 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 ну, в общем, вот так. Ну, и также мне сжигали волосы, что они выглядели просто, как мочало, особенно это было, когда я красилась в блонд миллиард раз. Такое случается повсеместно, и волосы мне сжигали, и они отваливались потом, и вот это все было такое, но, типа, ладно. Про основной фейл с волосами я рассказала в видео истории моих волос, но это пофиг, я на мастера не обижаюсь, бывает. И также я помню, в детстве ко мне года в четыре привели парикмахера домой, тогда еще была такая тенденция, что либо парикмахер ходил по домам, либо домой к парикмахеру ходили. Ну, вот, и был такой у нас семейный парикмахер, даже помню, как ее зовут. Я помню, в четыре года ко мне привели этого парикмахера, и я такая сижу довольна. У меня были тогда красивые волосы там, ну, примерно такой же, может быть, длинные, как сейчас. И меня решили подстричь под мальчика, и я не помню, сказали мне об этом или нет, но я просто помню мой шок, когда я увидела вот такие вот длинные прядки, которые валяются на полу, и я такая спрашиваю у мамы, мам, а будет пышно? И мне говорят, да, будет пышно, и для меня было самое главное, чтобы волосы были пышные, в принципе, как и сейчас. То есть со временем ничего особо не меняется. В итоге я помню, как я охренела, когда меня подстригли под мальчика. Вообще, у меня был такой шок, я не помню, плакала, по-моему, тоже. Причем я реально помню эту ситуацию, я помню, как на кухне меня сидели стригли, помню мой шок, помню мое расстройство, что уже тогда для меня были важны уже мои длинные волосы, и вот это все, но ладно. Видео совершенно не об этом. Помню, что я почему-то очень поздно начала ходить к мастерам маникюра и делать себе, тогда это говорили шелак, но делать гель-лак. Я помню, у меня в какой-то момент были какие-то деньги, там, курсы на третьем, наверное, и я просто зашла в европейский и думаю, найду там какой-нибудь островок, сделаю там маникюр. И тут я вижу маникюрную станцию такую. Не помню, как она называлась, ноготок или там что-то, ногти экспресс, что-то, ну, что-то типа того, там, где их делают, в общем, за полчаса. Я, причем вот реально, я сейчас вообще не могу себе представить, как они делали ногти реально за полчаса. Но у меня тогда не было снятия, ничего такого. И не помню, по-моему, мы не делали классический маникюр, то есть с размачиванием кутикулы в ванночке, вот это вот все. И было реально очень быстро, мне сделали этот гель-лак, я осталась очень довольна. И в итоге проходит три дня, или там сколько, день-два, и у меня они начинают просто спадать целыми, ну как, целыми ногтями, просто начинает отслаиваться этот гель. И я такая, так, мне сказали, что у меня гарантия по чеку четыре дня, пойду-ка я к ним разберусь, пусть они мне их переделают бесплатно, потому что что это такое, делала на конкретные события, а у меня перед этим событием они все просто отвалились, думаю, блин, отстой. В общем, пошла, говорю, так-то, так-то, пожалуйста, переделайте. Меня без вопросов приняли, все переделали и сказали, вот, теперь все окей, давай носи, типа все нормально. Я смотрю, вроде, да, действительно, все красиво и так далее. В итоге, что вы думаете? Проходит опять какое-то время, не помню, там тоже пару дней, и ногти опять начинают отслаиваться. Появляются вот эти вот зацепки, какие-то отслойки, все дела, и потом я что-то мою голову, у меня там опять палец отвалился, там что-то еще случилось, но, в общем, он опять как-то... Он держался крепче, чем в предыдущий раз, он уже ногтями целыми не отслаивался, но, тем не менее, было такое, что все равно были какие-то сколы, и они уже выглядели поюзанными, ногти. Я опять прихожу, и мне говорят, а вы сами все содрали? Я такая, блин, нет, я ничего не сдирала, посмотрите, вот, типа, там ничего нет, они сами отодрались. Такие смотрят, там целую экспертизу собрали вокруг меня, я себя тогда так тупо неловко чувствовала, думаю, блин, я сумасшедшая, что ли, какая-то. Зачем мне самой сдирать мне ногти, которые я уже переделала один раз, чтобы к ним еще раз прийти цвет лака поменять или что? Ну, в общем, меня долго не хотели принимать, и я такая, типа, ну, чуваки, ну, пожалуйста, хочу ногти. В итоге они позвонили директору, и директор сказал, ладно, только это в последний раз. Если она еще будет приходить, не принимайте. Все такие, это в последний раз. Я такая, ну, ладно, только пусть они держатся, пожалуйста. В итоге в последний раз мне переделали нормально, слава богу. Все уже нормально держалось, там, недели три или месяц, в общем, вот, типа того. Но я помню, я себя чувствовала так неловко с этим, знаете, то, что мне говорят, вы содрали, а я ничего не сдирала. Типа, почему? Там просто появились зацепки, и когда я что-то делала руками, ногти сами там начали отслаиваться на некоторых пальцах, и я такая, типа, еще сумасшедшая оказалась, которую сама содрала. Здравствуйте, приехали! И также, помню, у меня что-то с маникюром долго вообще не задавалась история вот этого, вот чтобы я нашла хорошего мастера, и уже у него делала на регулярной основе, или как-то так. Я вот, знаете, ходила как непрекаянная, вот, по разным маникюрным студиям, по разным мастерам, и потом что-то мне в очередной раз приспичило, и мне моя бабушка посоветовала сходить в парикмахерскую номер 3. Она говорит, что она там всегда себе делала маникюр, там, или что-то еще, а я подумала, ну, запишусь по рекомендации бабушки. А эта сеть, она есть там во многих районах, и так далее, и я просто решила записаться в ближайшую к себе. И я помню, я тогда еще звоню, записываюсь, и выбираю себе самое раннее время, там, что-то 8 утра или 7, чтобы мне успеть перед работой сделать маник, и уже туда приехать. В итоге я записалась на френч. Я тогда очень любила френч, и делала его постоянно. Приезжаю в назначенное время, в назначенное место, сажусь к мастеру, и она такая, и она спрашивает, что вы хотите? Я говорю, я хочу френч. И она такая, а я френч не делаю. Я помню тогда мой шок, типа, в смысле, я записывалась на френч. Она говорит, ну, я не могу делать френч, потому что у меня руки, как у алкаша, трясутся, я не могу просто эту полосочку ровно нарисовать. Я такая, блин, а кто делает френч? Пожалуйста, можно мне сделать френч? Хочу френч. И подхожу на рецепшн, и тогда, кстати, на удивление, в такое раннее время салон был завид полностью, то есть там вообще было негде яблоко упасть, я не знаю, может быть, это реально люди так часто ходят перед работой на услуги, если там на вечер забито время, ну, походу, это нормальная ситуация для этого салона, с учетом того, что он популярный, видимо. И я подхожу, спрашиваю, а есть у вас мастер, который делает френч? Потому что мой мастер не делает, хотя я записывалась заранее и просила, можно, пожалуйста, френч? И мне говорят, нет, у нас вообще все мастера сейчас заняты, выберите себе что-то другое. Если я выбрала просто белое покрытие однотонное, в итоге она мне его сделала, и я потом смотрю на ногти. Я вот недавно нашла эту фотографию, я вообще не знаю, как у меня получилось ее совершенно случайно найти, и вот ногти выглядели вот так. Как будто я уже с ними проходила недели-две, уже сама там себе покромсала эту кутикулу, и причем этот маникюр, он не сказать, что как-то дешево стоил, косаря полтора, что ли. Ну, в принципе, обычная стандартная цена по Москве, то есть там не сказать, что как-то дешевле или что-то типа того, да и какое-то имеет значение. То есть сколько бы услуга ни стоила, она должна быть оказана качественно. Я не говорю про сервис, то, что вокруг тебя там должны скакать, естественно, нет. Это эконом-класс, там ничего такого нет. Там все сидят друг у друга на головах, и все нормально к этому относятся, потому что понимают, за что они платят деньги. Но услуга-то, да, она должна быть оказана качественной, потому что зачем это все в таком случае? Я помню, тогда пребывала в расстроенных чувствах, потому что у меня этот маникюр, он там тоже что-то быстро слез через неделю. Ай, короче, просто не повезло. Но это было очень странно, я тогда еще не очень поняла, зачем меня записали к мастеру, который не делает френч, когда я его попросила. И ногти еще и говно получились. Ну, в общем, что-то не заладилось у меня в тот раз. И в следующий раз, когда у меня была супер неудачная, опять же, бьюти-услуга, я в какой-то момент открыла для себя моментальный загар. То есть это услуга, когда ты приходишь к мастеру, раздеваешься, тебе дают одноразовое белье, если ты, опять же, хочешь, чтобы у тебя где-то были на теле белые места, встаешь в кабину, и тебя мастер полностью с ног до головы обрызгивает автозагаром. И ты можешь сама выбрать себе оттенок, который ты хочешь, интенсивность, и вот это вот все. И я помню, я уже ходила к ней один раз перед поездкой в Барселону, потому что я очень люблю загар, и мне тогда запретили вообще загорать, перегреваться и так далее. Я тогда лечила больной глаз, и у меня был отпуск, и я не могла не поехать на море. И мне моя врач сказала, чтобы я все активное солнце находилось в тени и так далее, и вообще желательно мне было не перегреваться, и просто там вот днем под кондейм сидеть, когда самое бешеное солнце шпарит, и также выползать уже ближе к вечеру, там в районе четырех, и уже тогда гулять, в принципе, как я и делала. Ну а загар-то я люблю, загорела, это быть хочется, поэтому я тогда решила воспользоваться этой услугой, и мне тогда действительно сделали офигенный загар, то есть он был не суперинтенсивный, а вот, наверное, вот как сейчас вот у меня. Выглядел действительно хорошо, и он не сползал пятнами, и, в общем, я выглядела естественным образом, как по-настоящему после солнышка. И я подумала, блин, классная очень услуга, буду ей пользоваться тогда, если мне опять это понадобится. И как-то перед Новым годом я решила вновь посетить эту кабину автозагара, и она у меня спрашивает, какой оттенок вы хотите? Я говорю, чтобы было видно, что я загорелая, но как бы без перебора. Я думаю, мастер по автозагару должен понимать примерно, что это за оттенок, и в итоге она все сделала, я высохла, выхожу, открываю, чтобы записать Насте видео сообщение, и понимаю, что я выгляжу как цыганенок, знаете, такой грязный, как будто я просто работала на плантациях на каких-то, и у меня, знаете, лицо, оно прям черное, и я выглядела реально очень-очень-очень плохо, и я приехала домой, а его же там нельзя мочить, там сколько-то, не помню, по-моему, 12 часов, что ли, нельзя соприкасаться с водой и так далее, то есть руки там желательно антисептиком обрабатывать, желательно не носить плотно прилегающую одежду, чтобы он там тоже не смазался, чтобы не было пятен и так далее, и у меня была задача просто хотя бы отмыть лицо, и я набираю пенку, начинаю умываться, и прям умываюсь очень сильно, чтобы это хоть как-то подсмыть, чтобы оттенок стал менее интенсивным, и не происходит абсолютно ничего, разве что у меня стекают по рукам капли, которые превращаются просто в белые полоски, потому что эта краска смывается, и я поняла, что эта затея просто дохлая, что я это вообще никак не отмою, я там уже и перекисью обмазывалась, ну там чуть-чуть, чуть-чуть у меня получилось что-то смыть, но тем не менее, все равно это выглядело очень-очень-очень жестко, и я помню, я тогда уже смирилась с этим, подумала, ну ладно, бывает, типа, что уж такого, приезжаю на Новый год, и у меня все друзья спрашивают, боже, что с тобой вообще, что вообще за жесть у тебя с лицом, и я такая всем это объясняю, ха-ха, я просто хотела стать немножечко покрасивее, и сделала себе автозагар, но что-то переборщила в этот раз, он еще слезал, недели две, наверное, ну потом уже было нормально, но вот первые несколько дней, я еще сделала дня за два, наверное, до Нового года, или за день, это было очень-очень жестко, и жутко выглядело, реально, как будто я просто испачкалась, как будто я просто грязная, я очень сильно старалась найти эти видеосообщения, к сожалению, и фотографий тоже нет, потому что я тогда не фоткалась, потому что это выглядело реально ужасно, и я не хотела просто это запечатлять, последний раз, когда мне не повезло очень сильно, на бьюти процедуре, это было, когда я решила ознакомиться с лазерной эпиляцией, и сходила один раз в один салон, там что-то, мне потом было неудобно, конечно, ездить еще раз туда, и поэтому я увидела просто в инстаграме какую-то рекламу, то, что вот лазерная эпиляция всего тела, в какой-то очень выгодной цене, и я решила этим воспользоваться, пошла по акции, так скажем, прихожу я в этот салон, и захожу к мастеру, и у меня было такое ощущение, как будто она меня просто ненавидит, как будто я флиртовала вчера с ее парнем, там, или что-то типа того, в общем, она на меня как-то очень агрессивно реагировала, там была такая девушка молодая, очень красивая, я не знаю, что произошло, может, у нее, в принципе, было плохое настроение, может быть, я ей не понравилась, я не знаю, но она такая, раздевайтесь! Я просто снимаю верх, и хочу прикрыться, просто прикрыться, не чтобы закрыть свои зоны эпилирования, там, ничего такого, и она мне не разрешила оставить футболку у меня просто на животе, типа, хотя это, почему нет, это вообще никак не мешает, то есть, я просто хотела прикрыться, потому что это как, ну, не знаю, просто мне так захотелось, мне так было бы комфортнее, она запретила этого делать, поднимайте руки, я поднимаю руки, она начинает эпилировать подмышки, и это была такая адская боль, я говорю, можно, пожалуйста, снизить напор, она такая, нет, иначе эффекта не будет, и просто у меня были такие адские ощущения, я не знаю, как она мне не оставила ожог, потому что у меня было такое чувство, как будто у меня нету верхнего слоя кожи, и знаете, там такая болячка, по которой еще чем-то горячим утюгом вот так вот проводят, я тогда охренела не на шутку, еще с учетом того, что я понимала, что мне сейчас будут делать остальные зоны, бикинку в том числе, короче, все прошло очень плохо, мне было очень больно на все мои мольбы, снизить немножечко градус, она такая типа, нет, иначе не будет эффекта, и все такое, хотя такого по-хорошему быть не должно, должно быть легкое покалывание, как мне впоследствии объяснил мастер, но видимо эта девушка просто ненавидела людей, женщин, я не знаю, и я потом просто не могла сомкнуть подмышки вот так, потому что у меня реально было такое ощущение, что там ожог, и ходила потом остаток дня вот как-то вот так, чтобы просто не было таких болезненных ощущений, я тогда просто охренела, но ноги было уже реально не так больно, про бикинку я вообще молчу, и естественно я в этот салон больше никогда в жизни не пошла, и потом я уже встретила просто своего мастера, который проявляла заботу во время процедуры, который спрашивала, как мне больно, не больно и так далее, и с ней уже было гораздо комфортнее, но что было тогда, я вообще не поняла, типа, это было очень странно, она просто как будто меня ненавидела, и специально хотела мне сделать еще вот больней, и не дала прикрыться, что было тоже очень-очень странно, почему нет, почему нельзя этого сделать, когда это вообще никак не мешает, не знаю, может она хотела, чтобы я себя чувствовала максимально уязвимой, не знаю, и я надеюсь, что вам было интересно послушать мои истории, и вам тоже есть что сказать по этому поводу, рассказывайте, пожалуйста, в комментариях, как вам не везло с вашими мастерами, потому что я уверена, такое происходило у каждой девочки хоть раз в жизни, хоть с кем, и не забудьте, пожалуйста, поставить лайк на этом видео, это очень нам помогает, и обязательно подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, которое выходит у нас целых три раза в неделю, и всем большое спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok